Для пациентов красная зона эти пакеты с антиковидной плазмой надежда на жизнь. Переливание препарата один из доказанных методов лечения. В Челябинске к программе уже подключились полторы тысячи доноров. На станцию переливания крови они приходят не раз и не два. Всего здесь провели 2300 донаций. Врачи считают объемы плазмы уже не в дозах, а в тоннах. Мы их пока что не распределяем на дозы. Почему? Потому что от одного человека забирается 600 миллилитров крови, потом делится на три дозы по 200 миллилитров. Поэтому мы их, конечно, сейчас на данном этапе учитываем пока что в тоннах, в килограммах. На сегодняшний день это полторы тонны антиковидной плазмы в запасе на карантинном хранении у нас лежит. Такого объема при нынешних темпах хватит до конца года. Тяжелым и средне-тяжелым пациентам нужно от одного до трех переливаний. Вся антиковидная плазма выдается по заявкам от больниц. 4,5 тысячи доз уже отправлены в лечебные учреждения. Причем среди доноров замечены не только рядовые горожане. Один заход у меня был, я пытался сдать плазму, то есть ковидом я переболел. При первой сдаче у меня достаточно был высокий титр антител, но были противопоказания для сдачи плазмы. Тому, кому переливали плазму во время болезни, в ближайшее время ему плазму сдавать нельзя. В Челябинске доноры плазмы, кроме стандартной компенсации на питание, получают дополнительную премию 2000 рублей. Деньги для областной станции переливания крови выделил бизнесмен Леонид Вахрамеев. Причем не со счета своей айти-компании, а из собственного кармана. Для документального сопровождения был разработан шаблон договора пожертвования. Средства поступали через кассу, велась строгая отчетность. Огромное вам спасибо, мне хочется пожать вам руку, и даже не только пожать. Официальную благодарность Леониду Вахрамееву за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией объявил министр здравоохранения. На областной станции переливания крови он вручил меценату благодарственный адрес и грамоту. Впрочем, бизнесмен свой шаг подвигом не считает. Настоящие герои, по его словам, сами доноры. Люди должны понимать, что они спасли своим поступком сотни людей, которые просто не умерли. Это великое дело, которое мы все вместе сделали. Заготавливать антиковидную плазму Челябинская область начала одной из первых на Урале еще в мае 2020-го. Материальное поощрение от председателя совета директоров компании «Интерсвязь». Доноры получают с сентября и по сей день.